В эфире на Ульцкого телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. В Башкортостане в 2019 году объем закупок для государственных и муниципальных нужд вырос на 10%, что в денежном выражении составило 12 миллиардов рублей. Такие данные привел председатель Госкомитета Республики Башкортостан по конкурентной политике Денис Булатов на еженедельном оперативном совещании в понедельник 27 января, которое провел глава республики Радий Хабиров. В прошлом году в республике запустили пилотный проект по регулированию закупок малого объема. В итоге удалось достигнуть экономии бюджетных средств в размере 6% от начальной максимальной цены контракта. Вторым вопросом повестки стало обсуждение системы молочных кухонь в Башкортостане. Радий Хабиров заявил, что такой масштабной программы по обеспечению детей натуральной молочной продукции нет ни в одном регионе России. Сегодня натуральную молочную продукцию получают более 7 тысяч детей. С 1 июля 2020 года во всех автобусах должны быть установлены терминалы для безналичной оплаты проезда. Об этом далее заявил глава Башкортостана на оперативном совещании. Штраф за неприменение кассовых аппаратов в автобусах составит 30 тысяч рублей при первом выявленном случае и до 1 миллиона рублей при повторном. Затем на совещании были озвучены итоги республиканского конкурса на лучший новогодний городок. Среди городов лидерами стали Нефтекамск и Уфа. Среди сельских поселений лучшим назвали Илишевский район. Все призеры конкурса получат денежную премию. Радий Хабиров поблагодарил глав городов и районов за работу, проделанную по новогоднему оформлению территорий, и предложил на следующий год кратно увеличить размер денежной премии победителям и призерам конкурса. Сразу после оперативного совещания состоялся видеоселектор по подготовке республики к празднованию Великой Победы. На эту же тему шел разговор на утреннем совещании в администрации района. О мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Гаухар Миндиарова. Правовой лекторий прошел в Иткенеевском сельском доме культуры 24 января. Став победителями районного этапа конкурса «Трезвое село», иткенеевцы активно включились в борьбу за победу в республиканском этапе. Сотрудники отдела Министерства внутренних дел по Янаульскому району в доступной форме разъяснили собравшимся о недопустимости злоупотребления алкоголя, об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, за продажу суррогатного алкоголя и другие нарушения законодательства. Участникам встречи напомнили о том вреде для здоровья, что наносит употребление алкоголя и особо отметили важность здорового образа жизни для всех сельчан. По второму этапу согласованности мероприятий, по плану мы идем. Сегодня второе мероприятие, которое у нас проходит в селе Иткенеево. Мероприятий очень много, которые мы должны в январь-феврале завершить. И согласно всех мероприятий мы уже едем на защиту в конце февраля в Уфу и представлять будем наши интересы в район уже в Башкирии. Думаем, что у нас все получится. Активно принимаем участие. Все учреждения, села, школы, детские сады, федерические, окружеские пункты и культура принимают активное участие. И в том числе население призываем. Думаем, что более шести месяцев мы эту работу уже ведем. Думаем, что будет положительный результат. И наши жители на наш призыв отзовутся. Не первый год уже мы ведем работу по ремонту стадиона, где у нас большинство мероприятий проходят. Это здоровый образ жизни. Поэтому мы все мероприятия, которые у нас проводятся, уже переключаем в стадион, который расположен у нас в селе. То есть и лыжня, и волейболы. Вот у нас очень неделя у нас в рамках этого конкурса проводится волейбол. И лыжня. То есть люди идут и провели велопробеги в селе Кенеева. То есть здесь самый малший участник, если у нас 6-летний ребенок был, а самый старший участник более 70 лет. То есть вот такой большой отрыв в возрасте. Но люди идут, отзываются, принимают участие. Поэтому я думаю, все у нас получится. 25 января свой праздник отметили все российские студенты. Студенчество – это особая пора в жизни каждого человека. Время накопления багажа знаний, время надежд и планов на будущее. Студенческий праздник особенный, демократичный, всесторонний и радостный. Для иноульских студентов в этот день была подготовлена насыщенная программа. В этом году для них был подготовлен и обычный формат встречи. В культурно-досуговом центре развернулась проектная площадка «Будущее Янаула в твоих руках». Такой вариант стал продолжением проектного семинара по благоустройству территории города, прошедшего в конце прошлого года. В этот раз участникам было предложено разработать собственный проект по планировке городского пляжа и территории вокруг музея. Сегодня наши иноульские студенты собрались на одной площадке, чтобы обсудить дальнейшее развитие территории нашего Янаула. Студенты – это наше будущее, у них очень много идей, и сегодня мы хотим с пользой для них и для себя провести это время. Программа подготовлена обширно. Сегодня, начиная с 11 часов, идет проектная площадка. Далее с 12.30 у нас после кофе-брейка будет концертная программа, подготовленная молодежью, сотрудниками МКДЦ. При регистрации на проектную площадку все студенты получили бейджики, которые дают право на бесплатное посещение тренажерных залов, бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». И вечером в 21.00 КП «Бардо» ждет вечерняя программа наших студентов, зажигательным ведущим, который приехал к нам из Казани, в наш выходец на Ульского района с Аляхов-Динар. Помимо студентов, в разработке проектов участвовали две команды экспертов, в состав которых вошли сотрудники администрации района и города, управление образованием, системы здравоохранения. Каждый смог поделиться своими мыслями о том, чего же не хватает нашему городу. Сейчас обучаюсь в Мешкотериале Башкирского государственного университета, учусь на первом курсе факультет филологии и межкультурных коммуникаций. Я поступила на этот факультет, потому что мне очень нравится читать. Во-первых, я обучусь, я стану учителем, потому что эта профессия очень прекрасна, мне нравится работать с детьми и в дальнейшем надеюсь, что стану хорошим педагогом. Мне позвонили и пригласили на это мероприятие. В принципе, начало прошло хорошо, мне очень понравилось. Сначала нас проинформировали, как вообще будет задействован этот день. В принципе, мне все нравится. Сейчас мы идем на реконструкцию музея. В данный момент мы планируем около музея поставить символы. И, в принципе, вы только что видели, мы рисовали. Ну, то есть мы проектировали дальнейшее, будущее вот этого музея. Среди идей, высказанных спикерами команд, были тематические экспозиции, выставки военной и сельхозтехники, уютное освещение для вечерних прогулок, скамейки и скульптуры на территорию музея. А на пруду удобный паркинг, благоустроенный с чистым песком пляж, детская и спортивная площадки, водные аттракционы. В завершении семинара глава администрации района поблагодарил всех за участие, предложил реализовать эти планы совместными силами. Я учусь в Сараповском техникум машиностроения и фомосамо-технологии на четвертом курсе. Мне, по моему мнению, проведение вот такого мероприятия очень хорошее. Можно познакомиться с многими ребятами, можно обсудить проблемы города и внести изменения по улучшению жилищных условий. Я сам хочу жить в Беновольском районе, как хочу обучение. Какими не были пути, готовы мы поднимить день, добру навстречу из одежды. Здравствуй, молодежь, лучше не найдешь, город, где с тобою вместе. Продолжением дня стал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами нашего района. Перед собравшимися выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Он призвал студентов возвращаться после окончания учебы обратно домой. Уважительное и серьезное отношение к образованию – это и есть уважительное и серьезное отношение к будущему нашей страны. Власти нашей республики тоже берут на заметку любые новейшие тенденции. В целом, по всем направлениям наш регион начал меняться после прихода нового лидера Радия Фаритовича Хабирова. И появилась надежда, что правительство будет предпринимать своевременные шаги, чтобы молодежь оставалась дома и трудилась на благо экономики родного края. Но от них призывов приехать обратно домой недостаточно. Для этого дом должен быть комфортным и в нем должны быть созданы условия для жизни. Это задача номер один для всех, для нас. Уважаемые студенты, мы следим за вашими продвижениями, ростом. Многие из вас заняты не только учебой, но и уделяют время науке, творчеству, спорту, волонтерскому движению. Радуемся за вас и гордимся вами. Последние два года мы выезжали в столицу республики, встречались с вами. Впредь наши встречи будут организованы и в городах, столицах соседних наших регионов. Первую встречу мы запланировали и встречу эту проведем, насколько я помню, 20 февраля в Ижевске. Затем планируем встречи со студентами-выходцами из Янаула в Перми, Свердловске, Казани. О своем опыте и впечатлениях рассказали молодые специалисты учреждения организации района. В недавнем прошлом сами студенты поделились советами с теми, кому еще предстоит пополнить ряды работающей молодежи. Концертная программа была разнообразна. На сцене сменяли друг друга танцевальные композиции, подготовленные театральные постановки и вокальные номера. В рамках празднования Всероссийского дня студенчества в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» прошел фестиваль многоборья Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне. Герои ГТО». На фестиваль были приглашены ребята, которые успешно выполнили нормативы ГТО в 2019 году. Они получили свои заслуженные знаки отличия. После проведенной разминки участники приступили непосредственно к сдаче нормативов. Каждый старался продемонстрировать свою подготовку, силу и ловкость. Ребятам предстояло сдать все основные нормативы комплекса, а также при желании дополнительные. Я учусь в школе номер один. Занимаюсь гиревым спортом уже на протяжении трех лет. Только был перерыв небольшой, полгода. Сейчас я тоже сдавал, потому что гиревой спорт сделал в 94 раза. Я уже ознакомился с какими нормативами нужно сдать на золото. Пока что я сдал растяжку, пресс, рывок гири на золото, а вот прыжки не хватило 5 метров на золото. Вот куда я пытаюсь поступить, нужно очень много себя прикладывать. Стараюсь хотя бы немного приблизиться к своей мечте. Сегодня я сдаю ГТО. Только что я сдала прыжки в длину, сейчас пойду сдавать челночный бег. Ну, я не занимаюсь спортом особо, поэтому достаточно тяжеловато, да. Хорошо, я считаю, что детей должны к этому привлекать для общего развития. Спорт – это жизнь. Программа дня включала в себя такие виды, как сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вниз из положения стоя, прыжок в длину с места, толчком двух ног, стрельба из пневматической винтовки. Организовали мы это мероприятие для того, чтобы у них была хорошая возможность выполнить нормы ГТО. Насколько мы знаем, нормы ГТО дают большой плюс при поступлении в высшее учебное заведение. То есть высшее учебное заведение дает от 5 до 10 баллов при поступлении. Поэтому мы каждый год организуем это мероприятие. Ребята с радостью к нам приходят, выполняют все нормы. Также сегодня будет награждение. То есть лучшие мы будем выявлять лучшего, герой ГТО. То есть медали вручать и грамоты. Также дипломы. То есть это лично командные соревнования у нас сегодня. Пришло более пяти команд. Приглашаем всех желающих, ребят, взрослых, выполнить нормы ГТО. У нас в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность». Мы работаем каждый день с 8 до 6 часов. Продолжился праздничный день вечерней развлекательной программы в кафе. Разнообразные конкурсы и игры, такие как «Найди шпаргалку», «День из жизни общежития». Исполнение популярных композиций, современная музыка создавали особенно позитивный настрой. Ну что ж, вот сегодня, наконец-то, наконец-то сегодня день студента в Янауле. В Янауле он тоже проходит очень весело, круто. Днем, конечно же, мы были на высшем уровне, прошел административный, так, часть, скажем, нашего мероприятия. Вот, администрация поздравляла студентов. Очень было много студентов, которые занимались на дневном мероприятии. И после этого они, как бы, сгоняли в бассейн, в тренажерку. А вечерним вечером уже мы собрались сегодня здесь, в кафе «Бордо», провести вечерние мероприятия, дискотека, конкурсы, игры. Праздник просто в Янауле проходит на высшем уровне. Очень много студентов, которые приехали из разных регионов к себе на родину, отметить этот праздник. Я тоже по приглашению администрации приехал. Это очень для меня гордость, честь. И, что хочется сказать, всех студентов поздравляем, конечно же, праздником. Всем хорошего, позитивного настроения. И здорово, здорово, что люди возвращаются в Янаул. А завершился вечер дискотекой. Ульнара Сеттикова, Нил Сафин, служба новостей Янаулского телевидения. На этой неделе в нашем районе проходит конкурс «Учитель года» Янаульского района 2020. Учащиеся городских школ проходят новые темы с новыми учителями. 27 января на таком открытом уроке побывала и наша съемочная группа. В первой и во второй четверти вы, ребята, работали только с натуральными числами. Вы их складывали, вычитали, умножали, делили. Сложность конкурсного испытания состоит в том, что урок проходит совершенно в незнакомом классе и в другой школе. Тему урока и место его проведения учитель узнает накануне. Перед учителем математики лицея Светланы Султановой стоит задача объяснить ребятам обыкновенные дроби. Как опытный учитель она знает, как интересно преподать новую тему для пятиклассников. С помощью мультфильмов, слайдов и многократных повторений поставленная цель достигается. Конечно, очень волнительно, несмотря на то, что я имею достаточно большой, я скажу, опыт работы. Я работаю уже 24-й год, но все равно каждый урок – это как что-то новое. И каждый раз заходишь на урок, конечно же, волнуется не только к чужим детям, но даже и к своим детям. А тут чужой класс, чужая школа, еще и члены жюри сидят. Конечно, это очень волнительно, но я думаю, что опыт все-таки помогает в этом. И урок хорошо, хорошо. 20 января стартовали муниципальные конкурсы «Учитель года Янаутского района-2020» и «Учитель года башкирского языка и литературы Янаутского района-2020». Конкурсных испытаний очень много. Первый – они должны были представить свой интернет-ресурс. Далее писали эссе на заданную тему, которую узнали только в день написания эссе. Следующий конкурс – это методический семинар, где они должны были показать свое мастерство и методику преподавания. И сегодня у нас проходит конкурсное испытание «Урок». Всего на конкурс подано 16 заявок. Больше всего учителей начальных классов. Также есть два учителя русского языка, три учителя башкирского языка, учитель физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, татарского языка и литературы. Итоги конкурса будут объявлены 4 февраля. В этот день у нас пройдут два конкурсных испытания. Это круглый стол с начальником управления образования и презентация мастер-классов. Конкурсное испытание «Урок» является отборочным. По результатам этого будут определены уже финалисты конкурса. Победители муниципального конкурса «Учитель года-2020» будут представлять наш район на региональном уровне. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В школах нашего города проходят тематические мероприятия, открытые уроки. 27 января в школе имени Радика Гореева прошли классные часы, посвященные Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Посмотрите на карту. Если земля нарисована коричневым цветом, значит ее захватили фашисты. На коричневой земле нарисована фашистская свадьбека. Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое благо мир. Именно так назвала классный час учитель истории Альмира Зарипова. Цель мероприятия – сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание уважительного отношения к старшему поколению памятником войны. Мы стоим на пороге большого праздника. В этом году мы в 75-й раз будем отмечать День Победы. И вот сегодня у нас число – это 27 января. И 27 января 1944 года, извиняюсь, произошло полное снятие немецко-фашистской блокады города Ленинград. 900 дней и ночей город сумел выдержать осаду фашистских войск. Блокада Ленинграда – это незабываемая история в истории Великой Отечественной войны. И чувство беспредельной гордости вызывает, наверное, у каждого из нас подвиг русских солдатов, подвиг жителей города Ленинграда. И это будет вечной памяти у людей. И если есть вечная память таких историй городов, то будет вечно жить и память о Великой Отечественной войне. Пусть подвиг русских солдат станет для нас опорой в жизненном пути каждого из нас и молодого поколения, и поколений разных возрастов. Без воды, без тепла, без света. День похож на черную ночь. Может, в мире силы нету, чтобы все это превозмочь. Ученики рассказали своим одноклассникам про страшные дни, которые пережили ленинградцы в годы войны. Однофамилец нашего земляка-героя Денис Хайдаршин, готовясь к данному мероприятию, узнал и выявил для себя многое. И он помнит рассказы про своего прадеда. Было очень холодно, не было электричества, отопления. Это целых 900 дней. 900 дней получается как без еды. Каждый день по 125 грамм хлеба. Прадедушка, он был танкистом, дошел до Берлина и вернулся обратно живым. Мне дедушка говорил, что он вернулся. У него, получается, рука сгоревшая была здесь полностью. И на левую ногу он хромал, в танке горел. То, что было очень сложно добираться до Берлина. Мы узнали много нового, есть чувства со страданием. Страха, боли. Нам очень жалко то, что умерло много людей. Но они защитили Ленинград. И они спасли его. По рассказам дедушки я узнала то, что произошло всего многого. Они кушали хлеб, только хлеб. Люди умирали. И осталось у него много плохих воспоминаний. Но он рад, что они выиграли немцев. И они спасли Ленинград. Фашисты говорили, что Москва – это сердце России. А Ленинград – ее душа. Как человек не может жить без души, так и наша страна потеряла бы свой боевой дух, когда лишился бы города Ленинграда. Благодаря теме классного часа ученики начальных классов тоже познакомились с теми ужасами, которые перенесли жители блокадного Ленинграда. И у них появилось чувство гордости за стойкость и мужество ленинградцев. Я узнала то, что блокада Ленинграда длилась почти три года, и она была очень страшной. Я горжусь ими, потому что у них был очень сильный дух, они смогли выжить это. Я узнала, что в реке в эту войну давали всего лишь рабочим с ростом спичного коробка хлеба. Рабочим давали 250 грамм хлеба, а обычным 125 грамм хлеба. Некоторые люди шли к реке Нева и черпали оттуда воду. Я узнала, что семья Савичевых умерла, и осталась одна Таня, но она тоже умерла от недостатка пищи. Третьеклассники подготовили рисунки на тему войны, посмотрели слайды и документальный фильм из жизни блокадников. Дети, конечно, интересуются историей своей страны. На классном часе дети очень внимательно слушали, смотрели видеофильм с интересом. Были очень удивлены, что так тяжело было ленинградцам во время блокады. Дети стараются помнить об этом. И мы на уроках часто говорим о Великой Отечественной войне, о героях нашей страны. И мы не должны забывать об этом. Ведь это наша память, наши предки, которые завоевали нам мирное небо. Такие мероприятия помогают развить патриотические чувства у подрастающего поколения и уважение к памяти защитникам Отечества, расширять знания у учащихся о Великой Отечественной войне. Муниципальный отборочный этап интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников прошел на базе станции юных техников 25 января. В течение четырех часов ребята соревновались в двух видах программы – программирование и решение избирательских задач. Участвовали девять команд. В каждой команде по два старшеклассника. По результатам отборочного этапа будет сформирована команда участников регионального этапа, который пройдет в Уфе на базе ведущих технических вузов Республики 19 февраля. Участвуют школьники города Янаул в этом мероприятии достаточно давно и на уровне Республики, но до сих пор, до сей поры, до этого года участвовали наши школьники только в направлении что, где, когда. Да, выезжала замечательная команда из города Янаул. Неплохо показывали себя на уровне Республики. Получили хороший опыт в этом направлении. Но в Приволжской федеральной олимпиаде есть еще направление программирования, есть направление решения изобретательских задач. И вот сегодня в первое время мы организуем муниципальный этап в этих направлениях. Представлены команды станции юных техников школы имени Радика Гореева. Школа номер один представила свои команды. И мы рады тому, что у нас сегодня в Олимпиаде участвует команда из одной из школ точек роста, из села Ямады. Очень отрадно, что у нас появляются такие сельские команды. И команда лицея у нас присутствует сегодня в обоих направлениях. Представлены команды по два человека. В направлении программирования за 3-4 часа Олимпиады ребята решают три задачи по программированию, создавая прям продукт программный. Это программа, которая должна работать, заданная в определенной тематике по решению одной из конкретных практических задач. Они работают в одном из языков программирования. И в результате эксперт будет оценивать, насколько рабочая получилась программа. А в решении изобретательских задач у ребят тоже три задачи. Это, казалось бы, большой промежуток времени, но работа у них творческая. Задачи очень нестандартные. И обсуждая в парах решение такой задачи, ребята зачастую приходят к очень интересным решениям. Потому что любая изобретательская задача не предполагает одного решения. Это всегда вариативные решения. И вот насколько ребята будут близки к идеальному решению, в каждой изобретательской задачи такое решение есть, но вариантов очень много. То есть к идеальному решению надо приблизиться, но показать свое видение проблемы. Вот это и будет оцениваться потом экспертом. Конкурс «Дорогами Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в станции юных техников 25 января. Участие в нем приняли пять команд городских школ. По условиям, ребятам нужно было подготовить визитку, капитанам сочинить и рассказать стихотворение на тему «Все, что было не со мной, помню» и изготовить и защитить макет на тему военно-исторические миниатюры. Каждый из участников постарался проявить всю артистичность, продемонстрировать выразительность речи, сценические образы команд были тщательно подготовлены. Выступления команд жюри оценивали по многим критериям, а зрители с интересом наблюдали за участниками. «Сегодня они приготовились по трем конкурсам. То есть это визитная карточка, конкурс капитанов и защита макетов на военную тематику, военно-патриотические миниатюры. Все подготовились, было очень здорово. Капитаны молодцы, команды молодцы. То есть мы таким образом поддерживаем военно-патриотическое воспитание. Возрастная категория с первого по четвертый класс. У нас присуждается первое, второе и третье места. Также оценивается отдельно конкурс капитанов. Оценивался отдельно. И получается также у нас от Курултая Башкир тоже почетные грамоты руководителям, тем, кто подготовил команды. Что дает? То есть умение выступать на сцене. То есть умение рассказывать и раскрывать тематику. То есть это, ну и как я сказала, это военно-патриотическое воспитание. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По данному ЧАЭС в республике ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 19, минус 24, местами до минус 30, днем минус 10, минус 15 градусов. Новый год. Самое время радовать, удивлять, благодарить и дарить подарки любимым. Каждое второе украшение в подарок во всех салонах «Ювелир-центр». Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Продолжается прием документов на вакантные должности. Главный специалист отдела промышленности и строительства администрации муниципального района Янаульский район. Директор муниципального автономного учреждения загородный детский оздоровительный лагерь «Чулпан» муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Полная информация размещена на официальном сайте администрации Янаульского района в разделе «Вакансии». 31 января и 1 февраля в Межпоселенческом культурно-досуговом центре состоится Республиканский фестиваль народного творчества «Салют Победы». В рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok День Рождения! 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 Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию! Поздравление на дни Рождения! Юбилей свадьбы! Воплощаем любые идеи! Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. Субтитры сделал DimaTorzok